Местное отделение общественной организации «Союз женщин России» существует всего полгода. Активисты энергично взялись за работу и готовы помогать прекрасной половине нашего городского округа. Но решение некоторых проблем возможно только в тесном контакте с администрацией и депутатами. Невероятный шум от проезжающих мимо с бешеной скоростью мотоциклистов, от проезжающих мимо автомашин, на которых там, я не знаю, сколько децибелов музыка играет, Я живу на проспекте Ленинского Комсомола, дом 15, корпус 1. И у нас в плачевном состоянии находится подъезд. Претензий ни к уборке, ничего нет. Но хотелось бы там и двери поменять, и плитка. И вот с этим вопросом жители просили как бы обратиться к Владимиру Петровичу Жуку. Молодой энергичный психолог Ольга Далимаева – один из самых активных членов организации. Но желанию больше работать пока мешает личная проблема. У меня трое детей, младшему у меня сейчас три, и нам не дают садик. И хотелось бы начать работать. Есть проекты по волонтерству, но так как маленький ребенок, и не всегда есть возможность выйти, помочь людям. Представители общественной организации рассказали депутату о своей деятельности и проблемах, с которыми сталкиваются в ходе работы. В округе открыт Центр помощи женщинам, попавшим в сложные жизненные ситуации. Активно работают психологи и юристы, но своего помещения пока нет. И у каждого есть своя проблематика, свои вопросы, свои запросы. Постараемся на каждое отреагировать. Вот именно для этого и встречаемся, чтобы все вопросы взять на карандаш. Депутат Московской областной думы Владимир Жук еженедельно встречается с жителями и представителями различных общественных организаций. Практически все вопросы, с которыми выступают активисты, касаются проблем территориальных образований. Но есть и более глобальные, что будут решаться в тесном контакте с коллегами на федеральном уровне. Галина Житкова, Сергей Ларин, Видное ТВ.